21 марта отмечался День кукольника. По этому поводу наша съемочная группа побывала в гостях у Томининского театра «Кукол Радуга». Оказалось, этот вид искусства совсем не так прост, как может показаться на первый взгляд. Каково это во время спектакля оставаться за ширмой и вкладывать всю душу в персонажей, знает наш корреспондент Анна Троян. Ребята, давайте жить дружно! Никого не обижать и уметь других прощать. Жить дружно люберецких ребят учит спектакль «Наш любимый Леопольд». В Томининском театре «Кукол Радуга» постановка идет уже семь лет, но по-прежнему захватывает зрителей. Оживляют персонажей семь артистов. Порой в одном спектакле им приходится использовать сразу несколько кукол. За ширмой царит творческая атмосфера и строгое распределение обязанностей. Ведь за фонограмму и декорации тоже отвечают актеры. Но все эти труды – ничто, говорят кукольники, по сравнению с тем, какую отдачу от зрителей они получают во время постановки. Надо, наверное, прочувствовать персонаж, характер его, да, и уже подстраиваться. Сама-то, может быть, я и не Шипокляпок, и не Баб-Яга, знаете, а приходится. В этом театре я уже 10 лет. Ну и этот театр для меня – это моя жизнь. Вообще, каждый из 17 спектаклей театра через призму героев призван чему-либо научить молодое поколение. В основу сценариев легли не только всеми любимые советские сказки, но и выдержки из Библии. Такие постановки в Томилинском театре идут в православные праздники. У нас спектаклей больше, чем в любом другом театре кукол. Театр репертуарный, то есть мы еженедельно, каждую неделю показываем один из своих спектаклей. Вот на протяжении всех этих лет, а их 17, наша задача – заинтересовать ребенка, чтобы через его интерес рассказать ему что-то очень важное и нужное ему в будущем. За эти годы театр «Кукол Радуга» воспитал не одно поколение юных зрителей. Руководят им заслуженные театралы – Владимир и Любовь Алеевы. В работе с куклами супружеская пара отдает себя полностью. Любовь Алексеевна, к примеру, кроме написания сценария в спектакле, на телеканале ЛРТ ведет программу «Бабушка-любавушка», которую так любят юные зрители. А все началось с малого – семь кукол и один спектакль. «Теремока» сегодня – одно из самых любимых зрителями представлений. Сейчас же учреждение культуры насчитывает более 150 персонажей. Многочисленные международные награды и признания зрителей. Куклу надо любить. Если ты любишь куклу, кукла полюбит тебя. И когда она появляется над ширмой, сразу видно – эта кукла живая. Актеров не видно, но они всю реакцию видят, слышат и понимают. И вот тот поток этой положительной энергии такой огромный с зала идет. В театре «Кукол Радуга» подрастающее поколение не только учится правильным жизненным устоям, но и привыкает к социуму, приобщается к культуре с детства. И учится понимать, что куклы – это не всегда игрушки. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!